Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы сейчас продолжим разговор о втором послании апостола Павла Коринфянам и обратимся к 11 главе. Здесь, в 11 главе, апостол продолжает такую, в каком-то смысле, непонятную для современного читателя часть разговора, потому что нам трудно представить себе, насколько Павел говорит, так сказать, всерьез, а насколько его разговор исполнен сарказмом. Потому что он, с одной стороны, обращается к Коринфянам, с которыми его многое связывает, с которыми, тем не менее, у него некоторые трудные, достаточно конфликтные отношения в этот момент. И вроде бы он говорит прямо, а с другой стороны, почти в каждой, во многих, по крайней мере, его фразах и мыслях, виден некоторый сарказм. И вот слова, с которых начинается 11 глава, он говорит, «Если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию». Впрочем, вы действительно ко мне снисходительны. Вы снисходите ко мне. Ну, во-первых, ясно, что апостол Павел, говоря о своем неразумии, ну, прямо скажем, иначе, как сарказм, невозможно объяснить. Это один из, вообще-то, умнейших людей в истории человечества. Поэтому очевидно, что он не имеет в виду всерьез то, что он говорит. Вместе с тем, вот он предлагает Коринфянам в продолжение предыдущего разговора, коль скоро для Коринфян разные набежавшие туда в Коринф лжеучителя и лжеапостолы заморочили им голову, что Павел недостаточно торжественный, высокопарный или просто слабый, тщедушный, немощный, больной человечек, неразумный, недостаточно глубокомысленный, может быть, или возвышенно духовный. И вот он говорит, ну, хорошо, ну, даже если так, ну, почему бы вам не быть к этому снисходительными? С одной стороны, конечно, это более чем ироничное заявление со стороны апостола, а с другой, на самом деле, вся вот эта часть послания, начиная с 10 главы примерно, чрезвычайно поучительно, потому что впоследствии христиане напринимали для себя разных идей и правил, согласно которым, если там кто-нибудь кому-нибудь досадил чем-нибудь, то этого досадившего непременно нужно со свету извести. Там, самым разным категориям, иерархическим, вот, вроде как, досадить нельзя, ни в коем случае это карается. Но Павлу Каринфине мало что досадили. Они действительно причинили ему реальную душевную, реальную сердечную боль, настоящую. И, тем не менее, он совершенно в другом жанре, я бы сказал, мыслит. Не так, как христиане там раннего средневековья. Он не требует никаких кар, компенсации и так далее. Он призывает Каринфин открыть сердца ему, которому они досадили. Это чрезвычайно важно и поучительно, потому что, на самом деле, вот, как бы, Павла в пути средневековые представления христиан практически не совмещаются друг с другом. И ты должен выбрать либо то, либо другое. Вот, либо ты следуешь, так сказать, образу мысли апостола, либо как-то совсем по-другому. Ну вот, теперь, как и другие главы второго послания Каринфинам, 11 глава тоже построена вокруг нескольких, из фрагментов таких, вокруг нескольких основных, важных в этот момент для апостола мыслей. Как мы уже говорили, он видит некоторую картину, иногда это, может быть, слово, ключевой термин, вокруг которого он думает и старается, пользуясь этой идеей центральной для данного фрагмента, что-то сказать. Вот таких фрагментов, построенных вокруг некоторой центральной мысли, в 11 главе вот можно наблюдать три, например, как и в других главах тоже бывает несколько таких фрагментов. Первая часть чрезвычайно интересная по тому, как мыслит апостол, построена, я бы сказал, вокруг мысли о отношениях между церковью и Христом как отношениях брачных, как отношения жениха и невесты. То есть апостол, который, в принципе, не отказывается в этих терминах думать, он знает о церкви как о невесте Христовой, хотя, правда, надо заметить, что он ведь знает и из своего фарисейского, так сказать, образования о народе Божьем, как о невесте Бога. И так вот Павел думает в этом еще ветхозаветном ключе, по крайней мере, в данном месте, думает о церкви как о невесте Христовой, как об этих отношениях, как о добровольном союзе верности, как о добровольном обетовании верности, потому что, собственно, именно это важно для апостола в этой символике брака. Все остальное вещи, скорее, так сказать, земные и приходящие, а вот вечное и абсолютное – это экзистенциальное соединение двух разных существ, часто разноприродных, да, это важно, мужчины и женщины, разных. И это соединение, которое, с одной стороны, свободное, с другой стороны, в нем приносится обет и, вообще говоря, хранится верность. Это очень богатый образ, действительно. И для апостола, по-видимому, важно, что как в завет со Христом вступают христиане, вступает христианская община с обетованием верности Христу. Обратите внимание, это очень созвучно, например, мыслям апостола Петра, который говорит о крещении, что это не плотской нечистоты омытия, обещание Богу доброй совести. Вот что-то такое обещание Богу доброй совести имеет в виду апостол Павел. Ну и он пишет Коринфянам, «Я беспокоюсь о вас, ревную о вас ревностью Божьей, не вполне может быть ясный на сегодняшний день оборот речи, но суть он чувствует некоторую ответственность за этих людей, за Коринфян, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Я привел вас к этому завету, подобному браку, к этому обещанию верности, к этому соединению жизни со Христом». Вот это основная его мысль в данном месте, но он не останавливается, и поэтому вот эта картина жениха и невесты, мужа и жены, у него перед глазами, и поэтому он дальше говорит об Адаме и Еве, о той паре, о том брачном союзе, который, согласно библейскому повествованию, лежит в основе всего человечества. Вот он мыслью довольно естественно от брачного союза между Церковью и Христом переходит к другому модельному, так сказать, брачному союзу и говорит, ну да, я привел вас к этому завету, я обручил вас, я поручился, что действительно вы будете невестой Христовой. Но теперь, говорит апостол, «Боюсь, чтобы змей не обольстил вас, как хитростью своей прельстил Еву». Таким образом, вот он продолжает эту аналогию между заветом и брачным обетом, и говорит о том, что это может быть и местом некоторого соблазна. Вот он предлагает увидеть Коринфянам это, но вы вступили, говорит апостол, в этот завет, но, понимаете, вы можете уклониться от простоты во Христе. Я боюсь, говорит Павел, как бы умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Как ни переводи эту фразу, она и сама по себе в чистом, так сказать, виде, даже в отрыве от контекста, чрезвычайно важна. И в контексте тоже. Апостол говорит удивительную вещь, конечно, отчасти обусловленную полемикой с этими лжеучителями, лжеапостолами, но все равно удивительную. Он говорит о простоте во Христе. Отчасти напоминает, конечно, слова самого Господа Иисуса, который говорит о том, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Но Павел все-таки здесь имеет в виду некоторый совершенно конкретный аспект. Как и многие другие новозаветные авторы, как и многие апостолы, Павел, собственно, видит возможность построения сложных, глубоких, красивых, иногда очень даже и реалистичных, содержательных, философских, богословских систем. Это увлекательное занятие, потому что действительно, когда ты думаешь об этом, открываются какие-то новые вещи, новые миры. Вообще люди, понимаете, обладающие определенным складом характера, конечно, чрезвычайно увлекаются вот таким, я бы сказал, интеллектуальным философским творчеством, своего рода игрой в бисер. И остановиться на этом пути очень трудно. И, конечно, здесь обязательно произрастает бездна учености и множество таких вещей, которые за две тысячи лет, скажем, прошедших со времен апостола Павла, превратились в гигантскую совершенно человеческую культуру, христианскую культуру, которая, собственно, и превалирует, ясное дело, на нашей планете на данном этапе жизни. Все это, повторяю, очень сложно, очень увлекательно и очень учено. А Павел говорит о том, что это все, видимо, не обязательно. Говорит о простоте во Христе. Не простоте, потому что для него, собственно, вопрос не в том, какие слова сложные, красивые, или, как Павел и византийцы будут говорить, хитросплетенные ты говоришь. Важно, на самом деле, со Христом ты, и тогда ты просто со Христом, и все, и живешь по его заповедям, и больше особенно ничего тут, так сказать, не требуется. Знаете, в истории христиан, конечно, оба взгляда, оба течения, обе эти позиции сосуществовали. Одни говорят о том, что христианство – это сложная вещь, которая требует высочайшей, глубочайшей культуры, и ты должен сначала стать джентльменом, джентльменом, а потом уже пытаться стать христианином. И это правда, и это правда. И в то же время, вот как апостол, на самом деле все просто. Все просто, независимо от того, на каком интеллектуальном, культурном, образовательном и так далее уровне ты находишься. Если ты открываешь свое сердце Христу и любишь ближнего, как Иисус, ну, собственно, все остальное приложится. Ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам, говорит Господь. Понимаете, вот Павел об этой простоте во Христе напоминает коринфянам, потому что именно лжеучителя и лжеапостолы, которые после него пытались повлиять на умы коринфских христиан, говорили, что Павел говорит уж больно простые вещи, и простые, и примитивные. Но вот он говорит, ну, все во Христе просто. Дело не в том, насколько сложно, изысканно и вычурно. То, что вам проповедуют, а важно, чтобы речь шла о Христе, о том, чтобы быть с Ним. Вот что на самом деле для апостола важно, чтобы вы не повредились умом, уклонившись от простоты во Христе. И вот он говорит, ну, даже если бы кто-то начал вам проповедовать другого Иисуса, не того, что мы проповедовали, или если бы вы получили другого духа, или иное благовествование, говорит апостол, вы к таким вещам были бы очень снисходительны. То есть, в сущности, весь этот пассаж продолжающий разговор о верности и брачном обете в завете со Христом. Это разговор о том, что Павел сомневается в устойчивости, в способности коринфян действительно быть верными тому простому благовестию о Христе распятом и воскресшем, которое Павел им дал. Вот снова в конце этого фрагмента он говорит, ну да, я, конечно, невежда в слове, ну, отнюдь не невежда в слове, но тем не менее коринфян говорит, видимо, так, что вы, наверное, считаете, что я невежда в слове, но я-то понимаю, я знаю, о чем говорю. Вот что составляет первый фрагмент. Второй фрагмент одиннадцатой главы. Павел возвращается к теме бремени, которое он и его благовествование, его сотрудники могут возлагать на христианскую общину или быть таким бременем. Он уже не первый раз об этом говорит, причем не вообще, но и даже и в этом послании в частности. Видимо, тоже ему изрядно досаждали обвинениями в том, что Павел действует небескорыстно, и в Павловом случае это обвинение абсолютно необоснованное. Но вот, тем не менее, он считает нужным снова и снова оправдываться. Для него это важная тема, но для него это важная вещь. То есть он считает, что в такой примитивно простой вещи, как откуда он черпает средства на жизнь и служение, ну, казалось бы, деньги, есть деньги, не так все это важно. Для Павла важно, важно. Для него вот этот простой вопрос тоже связан с верностью Христу, поэтому он снова и снова к нему возвращается. И здесь он говорит о том, что он унижал себя, чтобы возвысить вас, имея в виду, что затруднял он себя, не возвышался с некоторой высокомерностью коринфянами, но безмездно, даром проповедовал вам Евангелие Божье. То есть апостол жил в Коринфе во время своего первого посещения, когда он, собственно, благовествовал, проповедовал и создавал коринфскую общину, жил не на те деньги, которые он мог бы получить от коринфян, но на другие средства, на воспомоществование, которые христиане Македонии предоставляли ему. Ну, видимо, христиане Македонии скидывались некоторым образом на миссию, на служение Павла, не так, чтобы это было много, и, скорее всего, даже было совсем немного, но, тем не менее, вот для Павла было важно, что он не ради денег, не ради того, чтобы что-то получить, проповедует среди коринфян, проповедует им, причиняя издержки, как он выражается, другим церквам, другим церквам. Я во всем старался и постараюсь не быть вам в тягость. Тоже, на самом деле, важная очень вещь, понимаете? Важная и поучительная. Апостол Павел иногда действительно пользуется средствами других церквей для проповеди, для того, чтобы жить в коринфе за счет той помощи, которую ему оказывают другие христиане. Где-то он просто работает сам, своими руками зарабатывает себе на жизни. Вот он не считает правильным и прям-таки действительно не хочет, целенаправленно не хочет пользоваться именно денежной поддержкой, объедать и обирать. Ту общину, в которой он созидает, в которой он является пастырем, вот подчеркнуто не хочет. То есть он даже иногда говорит, что не заграждая рта у вола молотящего и трудящийся достоин пропитания, он все это говорит теоретически, а практически он не следует этому, потому что себе, как волу молотящему, он заграждает рот. И вот он хоть и является трудящимся, о чем постоянно напоминает, в частности в этом разделе послания, но тем не менее не считает себя достойным пропитания. Понимаете, с одной стороны, вот все теоретические слова, которые Павел говорит, правильные, а с другой стороны он знает, он знает, может быть, и на опыте собственном, а может быть, и просто от Духа Божьего знают, что вот эти денежные взаимоотношения чрезвычайно отравляют взаимоотношения в Духе, взаимоотношения пастырские. И на самом деле практика всех прошедших двух тысячелетий показывает, что Павел прав. Это очень трудное такое место, где требуется большая осторожность. Большая осторожность. И то, что он говорит, я постарался не быть вам в тягость. Не быть вам в тягость. Посмотрите, какая на самом деле очень глубокая, и я бы сказал, красивая такая человеческая установка. Он служит этим людям, он делится с ними тем бесконечным богатством, которое Бог ему дал, богатством знакомства с Иисусом Христом. и при этом очень следит, чтобы ни в коем случае не быть в тягость. Вот действительно так Бог только умеет уважать чужую свободу, и Павел здесь учится у самого Бога. И дальше он продолжает эту же мысль о том, что он не хочет быть бременем, не хочет быть в тягость, и говорит о том, что ну вот так я и буду делать. Так и буду делать. Не потому, что я вас не люблю, а потому, что он свидетельствует некоторую свою позицию в отношениях с коринфянами, вообще в отношениях со своей паствой, как можно было бы сказать, применив современный термин, чтобы ищущим повода не давать повода. Трудная тоже фраза. Апостол говорит о том, что он будет поступать так, как он поступает. То есть ничего не брать, ничего принципиально, никаких денег, никакой помощи не брать от коринфян, чтобы не дать возможность тем, кто хочет чем-то хвастаться, хвастаться, что вот они так же, как и Павел, действуют. По-видимому, это тоже достаточно прозрачный намек на тех лжеучителей, которые там в Павлово отсутствие портили жизнь и мутили воду в этой самой коринфской общине. Он говорит, вот эти лжеапостолы, лукавые делатели, потому что они только вид принимают апостолов христовых, а сделать так, как Павел делает. То есть ничего не брать, согласиться на финансовую независимость. Они не могут. И вот именно это выдает, так сказать, то, что эти лжеапостолы оказываются служителями сатаны. И, наконец, в третьей, в последней части 11 главы, апостол снова уже сильно не первый раз за это послание возвращается к теме похвальбы или хвостовства. Вот это греческое слово «каухим» – похвальба. Чем хвалиться, что дает право хвалиться, оно не выходит из ума у апостола Павла. По-видимому, все-таки его очень, ну, нельзя сказать, задело, впечатлила вот эта картина напыщенных лжеапостолов, которые пришли в Коринф и стали, видимо, объяснять Коринфинам, что вы не читали таких высоко мудрых книг, вы не знакомы с такими мистическими деланиями. Что вы там подумаешь, любите ближнего и помогаете бедному? Это все чепуха. А вот надо там дышать через уши, чесать левой пяткой за правым ухом и тому подобные экзотические вещи надо делать. Ну и, конечно же, вот они пропагандировали огромное количество всей этой религиозной философии. Трудно сказать, литературы, скорее, некоторого комплекса идей. И вот эти люди очень были с собой горды, да, что вот они прям белые кости элита, мирового христианства, самое-самое, прочее-прочее. И вот хвастались всем этим. По-видимому, вот эта картина так впечатлила Павла, что он просто раз за разом на каждом следующем листке обращается, возвращается к этому снова. Для него, по-видимому, вообще странно, странно, что христиане могут чем-то хвастаться. Поэтому он все время говорит, если уж хвастаться, то хвастаться тем, что Бог через тебя действует. Вот в этой части 11 главы он говорит, ну вот вы, люди, вы делаете вид, что вы разумные, но вы терпите вот такое, такие абсурдные вещи, когда вас кто-то порабощает, объедает, обирает, превозносится, буквально бьет вас по лицу. Конечно, для апостола Павла тоже было шоком, вероятно, на грани предательства, что Каринфине, которых он правда искренне любил и бескоростно совершенно им благовествовал и учил их, что вот они поддались на эту напыщенную фальшивую мудрость этих самых лжеучителей. И поэтому он говорит, ну да, когда вот к вам приходят люди, которые вот-вот лопнут от гордыни, вы терпите, это вы принимаете. А нас в простоте, да, простоте во Христе, о котором он говорил в начале главы, вы не принимаете. Вот, и дальше, сравнивая себя с этими самыми лжеапостолами, вот он говорит, ну чем вообще стоит хвалиться? Чем они хвастаются? Ну, это все говорит апостол, есть уме у меня. Они хвастаются своим происхождением от Авраама, ну, я тоже, да, тем, что они израильтяне, и я семя Авраамова, и я все это, что, по-видимому, эти лжеапостолы считали таким важным, по-видимому, связывающим одновременно их веру и их учения с иудейским культурным контекстом. Все это у Павла тоже есть, и действительно у него этого не отнять. Как он пишет в другом письме, ну, для меня это все щита, все то я почел щитую. Здесь он говорит, ну, вот они утверждают, что они Христовы служители, да, я скажу, и я больше. И дальше апостол до конца 11-й главы, еще первую часть 12-й, потом главы, он перечисляет, чем он мог бы похвалиться. И перечисляет действительно огромное количество разных трудностей, которые он преодолевал и еще преодолевает. побои, которым его присуждали, кораблекрушения, разбойники, язычники, изнурение, труд, бдение, голод. В общем, перечисление, на самом деле, тоже очень поучительное, свидетельствует, что у Павла была действительно трудная жизнь. И еще в конце он говорит, да, у меня еще к тому же каждый день толпа людей ко мне приходит, и я заботюсь обо всех церквях, по-видимому, к нему приходят люди, чтобы рассказать о том, что в каких общинах происходит, посоветоваться, задать ему вопросы. И Павел старается вникнуть, понять, ответить вот это ежедневный труд. И замечательные совершенно слова в 29 стихе 11 главы, он говорит, ну вот, если уж хвастаться, так хвастаться тем, что ты отдаешь, не тем, каков ты, как эти самые лжиапостолы, а что ты отдаешь. Вот он говорит, кто изнемогается, кем бы я не изнемогал, соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. То есть, он пытается хвалиться, собственно, любовью, тем, что ему, Павлу, не безразличны люди, которые к нему приходят, общины, которые к нему обращаются. Вот что, с его точки зрения, если и могло бы быть основанием для похвалы, то вот действительно такая бескорыстная заинтересованность, открытость, любовь к людям. Хотя при всем том, такое впечатление, что Павел, продолжая говорить о похвале, продолжает сомневаться в том, что это вообще правильный путь рассуждений. И дальше он начинает, чрезвычайно важную часть, которая продолжится в 12 главе, начинает говорить о том, что в конце концов, если уж хвалиться, то я лучше буду хвалиться немощью, немощью моею, не величием, которое у Павла есть, не духовной силой, которая у Павла есть, не мудростью или чем-нибудь еще, я лучше буду хвалиться немощью моею. На этом, ну, в каком-то смысле формально 11 глава заканчивается, а развитие этой мысли мы увидим уже в следующей, в 12 главе. Субтитры создавал DimaTorzok